И как я говорил ранее, вот это самая основная поломка в болгарках. Приветствую вас, друзья! Вот это новое видео из мастерской. В сегодняшнем видео мы поддиагностируем, поремонтируем инструмент. Я покажу, какой сейчас инструмент находится на ремонте, так сказать, что чаще всего ломается. Также сделаю видеоотзыв по автоматической мойке, она у меня уже год трудится. Да, там есть уже некоторые моменты, даже кое-что поломалось. Думаю, будет интересно, но особенно для сервисных центров. Также мы посмотрим, что чаще всего ломается. Просто сейчас такая на ютубе тенденция идет, что зачем покупать дорогой инструмент? Ну, типа такого, да? Ну, не совсем дорогой, вот метаба. Зачем покупать вообще вот метабы, боши, макиты, хитачи? Зачем их покупать, если есть китайский инструмент? Вот, ради примера, видите, в каком состоянии? Калибровский шуруповерт. Ему лет и лет. И он даже еще работает. Понимаете, можно было бы сделать на него обзор и сказать, зачем? Вот, зачем я взял вот этот, если есть еще вот этот? Нет, он же крутит, правильно? Ну, по логике вещей логично же. Это и это шуруповерт. Этот крутит, этот крутит. Нужно же этим продолжать работать. Но нет, мы работаем этим. Этот просто как память лежит. Это уже как товарил своих видео, понимаете? Это как машина. Есть иномарка дорогая. Есть запорожец. Или каким-то джигули убитые. Вы их также в сервис привезете, приедете на иномарке, да, у вас с радостью возьмут делать. Приедете на убитом запорожеце в сервис, с вас посмеются и скажут, да ну нафиг мне, езжай куда-нибудь в другое место. И в итоге, скорее всего, вам придется его делать самим. А почему так происходит? Потому что с таким вот хламом, с таким, никто не хочет связываться. Ладно, это все будет. А сейчас давайте подведем итоги розыгрыша поля Болгарки Лепса. Мои поздравления Андрею. Андрей, отпишись мне в группу ВК, либо в Инстаграм, куда тебе высылать данную Болгарку. Возвращаемся к нашим шуруповертам. Сейчас я буду вам говорить с экономической точки зрения. Что выгоднее? Метабо, либо Калибр. То есть, со стороны Бориги, то есть, торгаша, всем магазинам выгоднее продавать Китай. Неважно, это Калибр, Диод, Спец, Сурраган, Зубр и так далее. Всем организациям выгоднее продавать Китай. Метабо, Боши, Макиты, Хитачи невыгодно продавать. Почему невыгодно продавать? Потому что очень маленькая наценка. На них идет очень жесткий демпинг. Демпинг, и как я уже говорил, идет по ним еще обнал. То есть, некоторые фирмы просто-напросто не зарабатывают на самом инструменте. Они его продают по закупке в интернете, приходят бабки на ИП-шный счет, и они их потом обналичивают. Это где-то 100%-15%. Ну, от региона все это по-разному. По ремонту. Одинаково. Что отремонтировать метабо, что отремонтировать Калибр. Почему вот такие дешевый инструмент, китайские, мастерские не берут? Потому что делаешь одно, ломается то, и другая еще проблема. Нету запчастей. То есть, ты открыл, посмотрел, как я уже вам рассказывал, по схемам запчасти подбираются. Нет запчасти. Никто ее лазит там по ринкам. Думать, может, от какого-то другого инструмента подойдет. Не будет. Вот поэтому вот такой вот инструмент не берут. Не берут мастерские. По поводу Алиэкспресса то же самое. Да, бывает попадается там, дома он работает. Бывает попадается, что он и ломается. Приносят сервис. Я как-нибудь сниму этих клиентов. Как вот с них и ржом. Он достает какую-нибудь такую. Ну, видно там, как же их там, Сангюн. Еще какая-то хер китайская. Вот сделайте. Ну, человека просто поржут. Скажут, нет, мы такое не делаем. Ну, почему вы такое не делаете? Вроде же как шуруповерт. Ну, где на него искать кнопку? Может, она от калибра подойдет, а может, не подойдет. Никто этим заниматься не будет. Ладно, давайте сейчас перейдем к мойке. Вот она, собственно, мойка. Мойка работает один год. Год назад я делал на нее полный обзор. То есть, показывал все узлы, детали. То есть, как она устроена. Я ссылку внизу, если не забуду, оставлю любого. Здесь в подсказке будет. Ну, скорее всего, ссылка будет. Лень мне искать, где я про мойку говорю. То есть, ссылка на мойку будет в описании. То есть, кому интересно. Ну, интересно, это будет узкому кругу людей. Это в основном сервисным центром. Что по данной мойке? Данная мойка работает 5 дней в неделю. То есть, люди приходят в 9 часов утра, включают ее. Вот она сейчас, сказали, включилась, нагревается. Вот она нагревается где-то, ну, когда она вообще холодная. Где-то в течение, там, 50 минут, в течение часа. И потом она целый день работает. То есть, она нагрела воду, выключилась. Потом опять нагрела. По электричеству, вот, с 9 до 6 выходит где-то полторы тысячи рублей. Ну, так, примерно. Что касаемо химии. Химию мы в основном использовали Деталант, либо еще Симаклин. Деталант это уже позже стали использовать. Он просто дешевле стоит. Я так понял, Симаклин и Деталант, вот это А, это одно и то же. Ну, у меня косяк у нее был. Вначале она, когда ты только заправляешь, она пенится сильно. Но потом это, как бы, пена уходит. Сейчас решили попробовать немножко другую химию, сухую. Ультра Профикс МК. Она стоит чуть дешевле, и она выходит в доставке подешевле, потому что она идет в порошке, то есть, объем меньше намного. Я ее потом поближе покажу. Вот такой вот порошок. Как она будет мыть, не знаю. Мы ее, наверное, завтра или послезавтра будем сейчас это сливать все. И заправлять данной химией. Я думаю, даже это все я сниму, как оно делается. Может быть, даже в Инстаграме сниму. Что касаемо в общем помойки по поломкам. Ну, я сейчас покажу. Резинки все уже, имхана. Потом датчик наличия воды тоже накрылся. Меняем мы вот это все, что здесь скапливается. Где-то в среднем, ну, раз в месяц. Месяц-полтора, вот так, в зависимости от того, какие там детали моются. По поводу маслоотделителя. Ну, я бы не сказал, что вообще там вах, полностью чистая вода без масла. Нет, масло все равно остается. Но большую часть вот этот маслоотделитель какую-то убирает. Ну, особо, честно сказать, и не пользуемся. Ну, а так в общем помойки. Блин, ну, я думаю, вы стопудово останетесь довольны. Так, к сервисным центрам сейчас обращаюсь. То есть, действительно, штука классная. Нагрелась, то есть, она постоянно включена. Постоянно здесь теплая вода. Кто-то кинул даже деталь. То есть, нет такого, что там засекает время. То есть, оно установлено на 20 минут. И ждет, пока домоется. Нет, он подходит ее, выключает, ложит свою деталь. Также включает. Процесс ремонта ускоряет. По стоимости мы клиентам где-то заряжаем от 150 рублей, там, 200 рублей. Ну, одни раз 500 было. Там очень детали грязные были. Как правило, сумма помойки дороже идет. Это за бензотехнику. Ну, намного приятнее копаться в том же там инструменте, когда он чистый. Как она моет, я вам уже показывал. Ну, то есть, мой отзыв. В общем, мойкой довольны. Ладно, давайте сейчас я поближе покажу, что тут с ней случилось. Еще забыл сказать по химии. Там несколько видов есть. Данная химия должна защищать детали от коррозии, то есть, которые моют. С дедалантом такое было, что помоешь, а потом вытаскиваешь детали. Если ты ее ничем не протер, не обработал, она может прожаветь. А с этой химией, по идее, такого не должно быть. Да, вот этой банки хватает на 100 литров. Я также в описании под видео оставлю ссылку на канал производителя данной химии. То есть, они там что-то мыли, можете посмотреть, кому интересно. Ну, что с резинкой за год стало. Это с одной стороны. И с другой стороны. Благо, данные резинки можно купить на авторинке. Я думаю, от жигулей подойдут. Ну, а так, в общем, помойки все работает. Сейчас, наверное, некоторые товарищи скажут, да ты гонишь. Тебе выгоднее также ремонтировать дешманский инструмент. Там больше моржальность. Нет. Я уже объяснял, почему это. Не выгодно. То есть, мы стараемся вообще не брать. Вообще, дешевый инструмент стараемся не брать. Потому что неизвестно, где искать запчасти. Что касаемо дорогого инструмента. То есть, тоже сейчас мнение будет. А, там уже блок электроники стоит, как весь сам инструмент. Это же бабла там неумеренно. Нет. Как правило, от такого инструмента, от ремонта отказываются. И бывает такое, что его бросают. И получается, ты с ним уковырялся, разбирал его там, диагностировал. А в итоге, ты получаешь чисто бабки за диагностику. В лучшем случае. Либо вообще нифига не получаешь. Вот поэтому, вот, невыгодно. Вот это вот все дело. Почему производители вот этих всех именитых брендов так задирают цены на запчасти, я не знаю. Но самые адекватные цены на запчасти, это у Макиты. Больше, кстати, сейчас тоже стало по чуть-чуть снижать цены. Метабо сейчас стало тоже немножко снижать цены. Но здесь спасают заменители. То есть, китайские аналоговые детали. Почему на один бренд есть заменители, на другого бренда нет заменителей? Да все потому, что инструмент один продается. Больше инструмента продается. Ну, то есть, в сети уходит его, целая партия ушла. Как ни крути, он будет ломаться. И поэтому, некоторые компании в Китае заказывают заменители. То есть, заменители запчастей. Если инструмент не сильно продается, вот, как Hilti, там, даже вот Meloki. В магазине никто не спрашивает. А вот в интернете все. Все как будто, вот, у всех есть Meloki. Нифига, там только идут оригинальные запчасти. И никогда аналоговых запчастей не будет. Потому что эти аналоговые запчасти никому не нужны. Миксер Протолы, я думаю, знаете, сколько он стоит. Он сейчас нафиг никому не нужен. То есть, получилось, вот, как я вам говорил, его предиагностировали. Озвучивали цену на запчасти. Всю ячейк сказал, ну, его нафиг. И бросил у нас его здесь. Гвольтовские болгарки тоже вот целиком паленые. Тут по чуть-чуть разбирают. Тоже нафиг они никому не нужны. Миксер Рибер. То есть, тоже валяется на разборке. И никто его делать не будет. Потому что, ну, цена несопоставима с стоимостью нового инструмента. Вот этот, кстати, шуруповерт динозавра еще метабавский. Он рабочий. Здесь аккумулятор. Ну, а так, что он идет в основном? Макита. И не потому, что она так часто ломается. А потому, что ее, блин, очень много продается. Бош, Макита, Макита, Макита. Метаба. Тоже сейчас сильно очень продаваться. Стало, естественно, ломаться началось. Опять Макита. Это у нас Диол. На него хоть запчасти есть. Это у нас Инстар. Инстар. Ну, это взяли, потому что постоянный клиент. Это я не знаю вообще, что. Он АЕГ. Диолт опять. Макита. Макита. Интерскол. Интерскол. Вон, Метаба опять. Интерскол. Интерскол. Макита. Интерскол. Ну, Диолт опять. Спарки. Кстати, на нее еще можно найти запчасти. Но, если у вас вот этого номера шильдика нету с номером, смысл искать нет. Интерскол. Хитачи. Хитачи. Девольт. Макита. Макита. Это Интерскол, кажется. Еще Интерскол. Сейчас, наверное, некоторые скажут, а что Девольта так мало? Девольт не ломается. Торцовка Девольт. Тяжелый пер Девольт. А этот уже продиагностирован. Он просто один человек очень сильно любит крутить Девольт. Шуруповертов. Девольт. Макита. Метаба. Метаба. Машинки шлифовальные. Макитовские. Фестол. Машинка. Да. Дорогой Фестол. Тоже ломается. И вот еще был. Еще вот один Фестол. Тоже. Это все на диагностике. Метаба. Диол. Калибр. Макита. Фиолент. О. Фиолент у нас еще. Сделано в Украине. То есть довольно преддревний. Макита. Макита. Вот. Бошик опять. А вот это все на разборке. Вот. Метаба. Бош. Макита. Девольт. Опять Бош. Ну давайте посмотрим вот эту. Которая сделана в Украине. Да. И констатирую факт. Тут написано. Сделано в Украине. Тут написано. Сделано в России. Не я эту надпись сделал. Данную надпись сделали на заводе. Фиолент в Кребу. Все вопросы по Криму туда. У них есть канал. Вот там и спрашивайте. Ну а мы сейчас продиагностируем данную болгаричку. Ну вот она собственно наша болгарка. По заявлению клиента что-то там шумит. Или подшипники наверное шумят. Сейчас мы это узнаем. Как вы думаете это подшипники шумят или нет? Еще раз. Я вонгую что это не подшипники шумят. Это хана якорь. Такое иногда да бывает. Приходит некоторые якорь уже все ему хана. Либо там якорь статор сгорел. Там и поменяйте мне щеточки. А что тут искрить что-то? Щеточки надо поменять. И все. И все будет нормально. Так и здесь. Это не подшипник. Это скорее всего хана либо якорь. Либо может быть статор. То есть нужно смотреть. Мы в основном всегда стараемся пресекать данные случаи. То есть на приемке. Кто принимает. То есть инструмент включают. И примерное заключение дают. Но здесь как бы не дали. Потому что это был скорее всего наш беззнальный клиент. Который приходит инструмент кидают и уходят. То есть им вообще по барабану. Делайте диагностику. Но с участниками стараемся так. Но некоторые приходят как бы да. Мы с них смеемся. Это подшипнички наверное. Подшипнички застучали. Зазвенели. Поменяйте. Нифига. Если вот такой вот звук. Если у вас вот здесь вот еще искри летят. Это не подшипники. Ну что давайте разбирать. Алексей начнем. С угольных щеток. Отгибаем пружинку. И вытаскиваем щетку. Также и с другой стороны. Теперь отделяем редуктор от электрической части. Открутили. И вытаскиваем. Ну вот смотрите что у нас с якорем. Видите вот эти вот расплавления. Такие вот крепления. Это говорит о том что якорь довольно таки нормально перегрели. Вот здесь. Вот здесь. С другой стороны лучше видно. Вот видите. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. То есть здесь якорь ухана. Что касаемо статора. То статор скорее всего целый. И как я говорил ранее. Вот это самая основная поломка в болгарках. То есть перегруз. Что касаемо редуктора. Ломаются редко. Но в основном их сами ломают. И ломают вот этот фиксатор. Я рассказывал как это происходит. Когда у вас закусывает диск. Это невозможно открутить. Берут рычаг какой-то. Здесь фиксируют. И давят до тех пор. Пока вот здесь вот кусок редуктора. Корпуса редуктора не выломают. А так в основном вот от перегруза. Либо якорь. Либо все вместе. Якорь и статор. Но здесь такой вот перегруз был момента. Не скажешь максимальный перегруз. Но был перегруз. И поэтому вышел и строит утро якорь. Бывает такое. Что якорь невозможно вытащить. Вообще отделить от статора. Приходится чем-то поддевать отверткой. Там прямо с мясом вырываем. Ладно. Давайте посмотрим редуктор на смазку. Здесь похоже она менялась. Потому что один винт тут слизанный. Пытались открутить. Давайте смазку оценим. И потом я вас сориентирую по цене. Сколько стоит ремонт данной болгарки. Чтобы у вас вот такого вот не случилось. Всегда старайтесь откручивать крышку редуктора и отверткой. А не шуруповертом. Открутили. Поддеваем. И вскрываем. Ну вот поближе. Вот мусор попал. Смазка как видим у нас не родная. Уже менялась. В принципе эту можно оставить. Она до конца еще не потемнела. Обратите внимание. Стоит втулка. И втулка еще живая. Также по шестерне. Видите она сухая. И ничего с этой шестерней не случилось. Даже если вот эту всю смазку удалить. И отдать этот инструмент чтобы работали. Шестерня сразу не выйдет из строя. Ну никак она сразу не выйдет из строя. Ее просто-напросто быстрее спалят. Что касаемо подшипников. То их тоже нужно поменять. Задний и передний который здесь стоит. Ну естественно на шпинделе тоже нужно поменять подшипник. Вот из-за него кстати шестерни ломаются. Подшипник выходит из строя. Шестерня с орбиты уходит. И это все довольно быстро съедается. Ну и также по-нормальному когда меняется якорь. Меняются и щетки. Итак сделаю калькуляцию. Что у нас получается? У нас получается три варианта развития событий. Первый вариант. Это стоимость ремонта 3 700. То есть если по-нормальному данную машинку сделать. Это стоит 3 700. Запчасти и работа. Якорь стоит 1600. Щетки стоят 200. Три подшипника 600 рублей. Нормальных подшипника. Работа 600 рублей. И плюс 200 рублей. Там вот этот ремонт провода еще у нее. Ну как по мелочам. Вот. Все получается 3 700. Есть другой вариант. Второй. Это 2 200. За 2 200 мы поменяем якорь. И все. И будет работа 600 рублей. То есть 1600 и плюс 600 рублей. Щетки да оставим те же. Либо третий вариант. 500 рублей. Просто диагностика. То есть он назад все соберется. И отдастся человеку. То есть тот человек сейчас человек. Мастер приемщик. Созвонится с клиентом. И предложит ему. Ну это скорее всего организация кажется. Насколько я понял. Они скорее всего. Может быть даже и по первому варианту будут делать. Либо по второму будут делать. Либо не будут делать. Но я что-то склоняюсь. Что первые 2 будут варианта. По поводу щеток. Притирки щеток. Там некоторые спрашивали. Вот. Нужно ли притирать щетки на новом инструменте. Если вы возьмете щетки нормальных производителей. Ну новые. Они идут. Они не прямые. Они идут так вот немножко. Такая там уже есть канавка. То есть под якорь. И когда вы ставите. Ну буквально включил. Они сразу притерлись. Ну. Я не могу как бы говорить. Что не надо так делать. Потому что. Ну от этого хуже не будет. Ну притерли притерли. Что касаемо того. Что сейчас. Если человек согласится. Менять якорь. Не меняя щеток. Да. Они поначалу будут искрить. То есть для якоря это не гуд. Ну то есть. Мы не рекомендуем так делать. Я рекомендую. Все сервисные центры. Рекомендуют. Якорь менять со щетками. Ну то в принципе. На все на сегодня. Всем кому понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас будут еще испытания сварочника. Удачных вам покупок. Здоровья вам. Вашему инструменту. Пока.